Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзоры от Паблита. Сегодня у нас интересный гость. Это рюкзак. Новинка от интенсивно развивающейся фирмы украинской под названием Sputnik Gear Buran. Модификации с фронтальным карманом. Давайте познакомимся с ним поближе. Я к этому производителю, к Sputnik Gear, присматривался уже давно. У них очень интересное решение. И вот сегодня мне удалось получить вот такой вот интересный рюкзак. Что он из себя представляет? Давайте посмотрим поближе. Такая вот конструкция. Изготовленная из материалов от известных производителей. Кордуры 1000 Денье и 500 Денье. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы достигнуть сплава прочности и веса. И производителю это удалось. Также, чем интересен этот рюкзак, вот, регулируемой подвеской. Это особенно важно мне. Вот, по той простой причине, что я достаточно высокий. Вот. И вот вы видите, она на MOLLE интерфейсе и позволяет двигать ее по вертикали. Это также необходимо тогда, когда вы используете поясную разгрузочную систему. Что вам позволит в нужном положении закрепить рюкзак. Итак, начнем с переднего кармана. Он достаточно объемный. Вот. Вы видите, что в верхней части имеет идентификатор. Липучку под идентификатор или под нашивку. А также достаточно большой глубокий карман. Верний. Вот. Вы видите его глубину. Вот он достаточно объемный. Карман расстегивается и застегивается на две молнии. Вот. Я, например, сложил сюда вещи. Вот. Если убрать вещи, под карманом нашита липучка. Вот. Это очень удобно для того, чтобы использовать дополнительные органайзеры, которые можно сюда приклеивать с необходимым вам наполнителем. Прошу обратить внимание, что производитель дает своим изделиям уникальный номер. Вот. И поддерживает гарантию по нему. Следующий карман, который мы здесь видим, основное отделение. Со стороны кармана имеет панель с молли-палл-палл-интерфейсом. Сюда можно тоже размещать дополнительные карманы или при помощи крепления на резинках можно размещать какие-то мелкие вещи. к примеру, как это выглядит. Спонжи или чем-то еще. То есть, при открытии они никуда не денутся. Вы зафиксировали их. Грубо говоря, они у вас здесь. Так и находятся. Под рукой. Так. Так. Здесь также находится дополнительный карман для мелочевки. В основном отделении достаточно просторное. Вы видите, сколько у меня влезло сюда всяких подсумков, подсумочков, аптечек и прочего. Вот. Позволяет компоновать его разными методами играясь в тетрис. Следующее, что у нас есть у этого рюкзака, это два боковых кармана. Открываются не целиком, а полностью, вы видите. Достаточно глубокие. Для фиксации предметов имеют резинки. То есть, это удобно закрепить вещи, чтобы не болтались и иметь к ним максимально быстрый доступ. Потому что карман, вы видите, открывается полностью. и все как на ладони. Их кармана два. Вот это очень удобно. Сбоку есть компрессионные ремни, длина которых позволяет еще дополнительно вы видите, имеют запас по объему. Пристегнуть сюда штатив, если вы фотограф. Трекинговые палки. вот. Те аксессуары, может быть, коврик небольшой, или пончо, или накидку клеенчатую от дождя. Вот это очень удобно. Они будут здесь также под рукой. Все рядом. Все зажимается. Видите, все находится на месте. Дальше. Остановимся на подвесной системе. Лямки анатомичные. Имеют достаточную ширину. И рюкзак, даже загруженный, вам не давит на плечи. Также имеется грудная стяжка, которую вы можете регулировать как по объему, так и по вертикали. Ставим вам в удобное положение. Каждая лямка заканчивается фастексом. Который вы можете использовать в качестве сброса рюкзака в экстренных ситуациях. Фастексы очень качественные. Выдерживает порядка 120 килограмм и больше. На разрыв. Не боятся ни холода, ни жары. Очень удобно. Также у рюкзака есть поясничная подушка. Которая не просто подушка. А часть поясной системы. Крепление для поясного ремня. который вам необходим вы можете поставить. Если он не нужен. Крепление скрывается под поясной подушкой. И не мешает. Для стока воды у рюкзака в каждых карманах вы видите есть люверсы. вот это позволяет воде беспрепятственно стекать и не оставаться в вещах. Также вы видите у нас снизу есть петли для ремней компрессионных которые мы можем подвесить при необходимости тот же спальный мешок если он у вас габаритный или палатку или что-либо еще. сверху рюкзака находится видите ремни которые позволяют как ужать его по объему или использовать их в качестве тоже транспортировки небольшого груза такого как футболка, куртка или опять же наше пончо которое выставляем сюда и оно находится под рукой для регулировки по объему лямок видите также присутствуют ремни которыми вы четко подгоняете по своей фигуре подвесной системе и подвесное систему с